сегодня у нас снегопад снег кружится летает снова бери лопату и тить снег крышу и все остальное кайза это красота снег кружится летает летает и поземка юг лубя заметает следы заметает мои стрептокарпус и судя по ушам этим зайцам уже лет триста но немножко полгода прошло и все все им уже нужно помогать деленки разделять сейчас поделим листва вся красивая хорошая нужно снова поубирать цветоносы которые уже отцвели по выстригать я тут наверх а те стою на стремяночки и вам показываю сейчас покажу детки детки у меня дальше идут и они прям хорошенькие вот мои детишки зайчишки хорошо растут и уже начинают запускать цветоносы сейчас полив сделаем поливаю раз полтора дня потому что в этой комнате тепло и вот так прохожусь всем понемножку уши никто не повесил все бодрые хорошие немножко проветривания грунта им идет потому что здесь тепло интересное кино всех полила вроде да да отлично все растем дальше и еще одна полочка тут уже срочно нужно полить потому что подвяли в этой комнате теплее вот они быстрее пересыхают поэтому немножко им надо почаще воды по чуть-чуть давать так где-то миллилитров 20 вот я даже всю бутылку половину бутылки только и страчу все эти розеточки так ну еще хорошо сейчас они тоже восстановятся потому что вот немножко кончики уже стали беленькие нужно было немножко раньше полить но ничего живы-здоровы тоже запускают цветоносы а здесь есть и в восьмерках растут вот тоже с цветоносами отлично у них пошли заниматься начнем с самого сложного да есть багряный лес очень красиво свел достаем и начинаем разбирать где бы нам подобраться и найти первую розетку весь куст поделился уже цвел поэтому нужно найти вот первая здесь придется инструментами хирургическими главное не бояться глаза не закрывать чуть-чуть надрезать и потом уже можно вот так чтобы корней взять все таки они еще даже можно сказать что светлые так что получилось вот это все уже не надо пусть наращивают новые попробуем цветоносы хотя вот эти уже листья взрослые они отели не нужны так вот есть еще пасынок на вот этом листе сейчас мы его отрезаем конечно хирурги я и не восхищаюсь там уже нельзя накосячить так вот и хорошо здесь тоже 2 розетки будут но попозже пока посадим так плохо не выламываются страшные восхищаюсь не сильно она уже впечатляет можем подрезать просто лезвие чтобы было аккуратно такое не будем брать и все тут будут две девочки сейчас пока рановато отделять вот этот вот пасынок новенький малова все оставим всех разберем вот еще одна деленка получилось сейчас у них все-таки затянутся срезы потому что стриптокарпуса на такой номер не проходит как с пиалками здесь наверно одна розетка хороший лист это мы сейчас посадим это все-таки одна розетка да это одна сейчас просто удалим листья ненужные которые уже отцвели какой-то из листов вот этот молоденький я оставлю не буду убирать пусть он цветет вот это вот все можно и вот это вот это свело вот сейчас мы его уберем вот так ну листья ладно сейчас посмотрим что с ними сделать и снова здесь надо подрезать так и это уже большая заход у них есть конечно же все шесть месяцев и не стратил свою силу продолжаем грунт чистый агробал немножко шариков сейчас в этом году пойдем с шариками вот набираем немножко вот так и база код на запад это удобрение пролонгированного действия на 6 месяцев видите как хорошо все цветы кроме фиалок фиалкам я не добавляю потому что там другая технология 8-10 гранул насыпаем и растение все время получает питание вот и такую сейчас деленку мы посадим так немножко перед а вот так ставим чтоб она не качалась и досыпаем грунт полью где-то через наверное часик пусть все таки она полностью затянет весь этот надрез по центру желательно все ничего не уплотняю тоже вот корневая у них вся хорошая девятка горшок 9 на шесть с половиной 028 литра вот так взяла еще восьмерочку 019 для одной сейчас тоже посадим поэтому не надо бояться всегда подстраховывайтесь листиком если есть листики вот отличные тут еще будут две деленки потом будет все хорошо корень сюда конечно стриптокарпусы интересные растения тоже цветут так обильно у меня сколько полтора года всего стриптокарпусами я занимаюсь но уже какой-то ключик ним подобрала вот показываю вам свой ключик что делаю как их выращивать так вот это сейчас немножко завалилась поэтому нужно подставить подпорочку я потом возьму кофейную палочку и подпорочку сделаем чтоб она вот так стояла сейчас мы ее пока в стене не в уголок стене не на него равенилась так вот сюда стой и еще остались листья и еще одна скажем тоже что это деленка но пока это лист лист вот таким пасынком и посажу его в 100 миллилитров так ему я не буду добавлять база код потому что тут надо еще будет с ним возиться потом бочкой бочка я детки тоже подкармливают когда от листа обязательно азотное удобрение им нравится чтобы их вырастить и довести потом до цветения тоже посажено и давайте листики как листики сажать отрезаю как можно вот сюда поближе потому что вот это все уже отцвело но лист еще молодой хороший поэтому вот здесь нужно отрезать и отсюда пойдет у нас детка это тоже можно подрезать чтобы он взбодрился вот и давал нам детей когда крепкая жила туда идут получше детки вот я видела что и так отрезают но до того они мелкие с ними потом копошишься 8 месяцев поэтому мне лучше вот по одной но крепенько и так и здесь мы тоже отрежем эти сейчас пойдут в пакет потому что теплички закончились вот так нужно посадить по возможности не сильно заглубляем вот чтобы детки шли хорошо и быстро я тоже вот так наискосок раз где-то 5 миллиметров немножко притянем вот отлично этих сейчас польем потому что они сразу идут у нас в тепличку так быстрее вот шарики сверху вообще не нужны они в глубине только для разрыхления и еще один листик посадим и поливаем совсем чуть-чуть здесь ровно чайная ложка потому что грунт еще увлажненный немного совсем я показывала как замешиваю грунт для всех видео по моему а фиалках посадка листьев вот все пропитывается отлично и сейчас мы их пакет так да да вот беру большой zip пакет это у нас 15 на 18 вот сюда по две штучки получается поставить на весу а его его и стой конечно переделать внимание да вообще целый фильм еще и постарайся сделать аккуратно нет это я сейчас сама поставлю либо я тут все задену вот и одну сейчас еще разберем потому что много много чего нужно делать вариант немножко полегче здесь прям видно вот две розеточки можно разделить и будет снова красота никогда не боялась резать ткани я уже с 15 лет себе наряды сшила из бабушкиных тканей потом училась сама я сама учка вот дорогие ткани когда я не знала сколько они стоят было легче резать вот и сшить наряды красивые пойти чтоб корни забрать вот так отлично сейчас и здесь появятся корешки так с этими листьями сейчас надо разобраться вот этот мы точно убираем он отцвел так сейчас по моему вообще корней не будет ага и вот так все осталось без корней ничего сейчас мы ее посадим нам будет нас в теплички пока так и этот лист зелененький мы его заберем пока посадим что это тоже свел осталось вот так что что без корней тоже это все приживать нужно вот здесь отрезать так ну и и не сильно прям в листья задеть сейчас эти листы тоже посадим так а это это он недоразвитый хочу так здесь надеюсь у нас все получится наверное оставлю с этими двумя листиками они все зелененькие хотя уже отцвели но пусть они будут вот так можно конечно вот таки забрать вот эту хорошенькую так будет у тебя корни или нет два ура вот эти листья тоже нет этот не буду вот этот возьму еще о отличная получилось молоденькая так и снова стаканчики и сажаем где нет корней конечно пойдет в тепличку надо вот так сделать вот он тут держался вот и все пустят корешки тогда можно уже стаканчик в горшочек переваливать так видно меня вот видно эту посадим вот когда корневая есть тут теплички уже и не нужно кто-то звонит хорошо что есть кнопка бесшумный режим так что дальше ага вот такой у меня хороший лист есть сейчас мы его посадим и разделим на 2 так вот здесь можно тоже полукругом сначала сделать вот и вот это место можно подрезать вон сейчас поместился наш стаканчик и эту часть тоже мы сейчас возьмем готово 3 до получится вот когда срезана немножко раз и он краями не цепляется за стаканчик и все хорошо идет так что мы делаем поливаем листики и эту которая корней нет поливаем вот так мамуля звонила хотела поздравить все трубку не бить так а я тут снимаю видео все можно полить вот этих тоже чуть-чуть сверху сейчас мы местечко выделим на полочку свечу их где-то 12 часов вот хорошие пакеты можно много поставить это пакет из-под пакетов вот и иногда ставлю по четыре штучки отлично так у меня еще тут целая плантация которую нужно рассаживать и пересаживать поздравляю всех татьян танюш с днем ангела удачи по жизни и пусть всегда благословляя вас хранит ваш ангелок до новых встреч дорогие друзья подписывайтесь на канал мастерская фиалки и ставьте лайки нам очень приятно